Здравствуйте! С вами программа «Научный подход». И сегодня мы будем разговаривать со специалистами агрохолдинга «Поиск» о плодовых деревьях и кустарниках. В городе Сочи есть достаточно знаменитое так называемое дерево дружбы. Это дерево, на котором привито более 40 сортов и видов цитрусовых культур. Ну, у нас с вами не Сочи, но тоже есть научный подход. И мы с вами сегодня с ним познакомимся. Про плодовые культуры мы будем разговаривать сегодня с руководителем питомника агрохолдинга «Поиск» в Сальниковом Николае. Николай, здравствуйте! Мы встречаемся не первый раз, но вот сегодня решили поговорить о таком животрепещущем вопросе. В общем-то, почему? Потому что, как мне кажется, дачников на сегодняшний момент можно разделить на две группы. Первая группа – это те, кто недавно купил участок, и у них еще ничего нет. И вторая группа – это вот лично я, у которых дачам уже по 60 и более лет, плодовые культуры все постарели и тоже требуют обновления. Познакомьте нас, пожалуйста, хотя бы приблизительно с ассортиментом плодовых культур вашего питомника. Так, прежде всего, здравствуйте! Спасибо! Ой, какой запах! Ассортимент в питомниках, говорится, от а до я по плодовым. Я имею в виду, что у нас есть и классические плодовые деревья, да, это яблони, груши, вишни, слива, да, также есть персик, абрикос. С прошлого года в ассортименте появилась шерофуга. Николай, еще раз, как называется? Шерофуга. Это что такое за зверь? Это скрещенная слива, абрикос и персик. Ну, на самом деле, конечно, все-таки это больше культура, а к сливу, то есть по вкусу она, да, действительно, аромат, особенно вкусовые качества. Это абрикос. Внутри яркий такой оранжевый мякоть, не желтая, прям такая насыщенно желтая, яркая форма сливы, круглые сливы. Но по зимостойкости ближе к сливе. Отлично к сливе, да, отлично зимует. Два года перезимовала, эту зиму перенесла. Сколько сортов яблонь в вашем ассортименте? Я так думаю, что более 40, сейчас точно не могу сказать, более 40 сортов. А есть ли у вас, вот такой каверзный вопрос, есть ли у вас, вот, например, у меня же старый сад, да, вот, мне хочется белый налив, мельба, штрихлинг, вот старые сорта. Да, конечно, кроме сортов, которые мы давно знаем, да, и с детства любим белый налив, мельба, коричная, полосатая, это все есть в ассортименте. Новые сорта, новые селекции. Естественно, есть иммунные сорта, это вот орловские сорта, вот то, что устойчиво к болезни, к парше, да, также есть другие сорта, которые, может быть, малоизвестны, там, марат, басорин, но сорта, которые еще не в реестре, наверное, да, но они есть в ассортименте. То есть, любитель хотел бы иметь не только старые сорта, но и новые. Понятно. Ну, то есть, как бы, садоводы, они должны быть готовы к тому, что старые сорта, это сорта все-таки неустойчивые к парше, да, к другим заболеваниям. Менее устойчивые, да. Менее устойчивые. И плодоносят они, как правило, не каждый год. Плодоношение зависит все-таки от сорта. Есть и старые сорта, которые фактически не отдыхают, то есть ежегодно плодоносят, да, а есть действительно сорта с довольно длительным сроком, так скажем, Понятно. Ну, то есть, каждый как бы... Раз в два года, раз в три, раз в четыре года. Но для этого мы придумали еще такую вещь, как дерево-сад. Дерево-сад – это так наш научный подход, мы об этом поговорим чуть позже. А вот скажите мне, пожалуйста, ну вот помимо этой экзотической культуры шрахуге, ты не запомнила все равно, надо почитать, я знаю, что у вас есть даже гибрид между черноплодной рябиной и просто рябиной. Да, абсолютно. Это как-то называется? Это называется сорборония. По вкусу эта рябина, классический вкус красной рябины, по вкусу, да, а выглядит и форма, и плод, как черноплодка, черноплодная рябина. Единственное, что лист немножко другой у нее, он такой сильно рассеченный, резной, он получается цельный, но сильно рассеченный. А полезные свойства остались? Черноплодная рябина, говорят, она давление снижает? Больше это все-таки к рябине. Больше к рябине обыкновенной, понятно. Посмотрите, помимо яблонь, ну понятно, что это как бы наша основная культура, есть еще и груши. Груша, слива, алыча, стандартные классические ассортименты. Сколько сортов груши предлагаете? Тоже около, наверное, 35-40 сортов. Ничего себе, я знаю только ладую чужовскую, больше никакую. Есть сорта яковлевские, несколько сортов у нас. Ассортимент, он опять включает и тоже стандартные старые сорта, да, и очень много новых сортов. Ежегодно пополняем новинками обязательно. Понятно. Все ваши плодовые культуры привитые? Обязательно. Плодовые деревья? Плодовые деревья, да, именно плодовые деревья все привитые. Скажите мне тогда, пожалуйста, Николаев, пришел к вам покупатель, он собирается закладывать себе плодовый сад. Что он должен в первую очередь знать? Вот мне кажется, он должен знать, какой у него уровень грунтовых вод. Ну, все-таки нужно подойти с другой стороны, наверное. Я бы подошел так. То есть, где мы хотим разместить плодовый сад, это важно. Все-таки плодовый сад должен находиться не под какой-то кроной, там, сосен, берез и так далее, там, в тени дома. Это обязательно должен быть освещенный, хорошо освещенный участок проветриваемый. Это должен быть не северный склон, если вдруг это участок с уклонами, да. Конечно же, дальше уже обращаем внимание на почву, да, то есть, грунтовые воды. Здесь же тоже смотрим показатели этих грунтовых вод. Если касаемо говорить о яблони, то если у вас уровень грунтовых вод 3 метра и глубже, то можно высаживать, ну, я для себя выбрал все-таки яблоню на семечком подвоях. Они, говорят, высокорослые, да, почту по этому отношению, но они долговечнее. Все-таки они дают со временем больше вырожай. Но в целом мы сейчас продаем в большей степени, наверное, на среднерослых подвоях. Это 54-118 его можно так отнести. Не продаем фактически на М подвой такие есть, ну, номерные, да, М с цифрками. И 62-й. Я 62-й, и я им не рекомендовал его все-таки, потому что подвои все-таки были придуманы не для дома. Это для промышленных садов, для закладки сада. То есть это не для дачного участка? Нет, потому что это не долговечное дерево, первое, да. Небольшой будет всего лишь урожай, то есть и обязательно шпалерная форма. Здесь мы бамбук подвязываем, вот как сейчас, да, у нас позади нас, для того, чтобы просто вырастить правильный ровный саженец. А если вы высадите дерево вот этом на М-ке или на 62-м, все-таки это обязательно, постоянная, должна быть какая-то либо шпалера, либо растянуто дерево, потому что очень слабая якорность корней. Я поняла. Но для того, чтобы все-таки внести ясность для наших садоводов, М и вот 106-й, да, как вы говорите? Нет, 62-й, М-ка, да. Это значит что такое? Это карликовый? Это карликовый. Совсем яблони будут карликовые, да. То есть карликовые подвои, это не очень долговечные? Нет, не долговечные. И все-таки урожайность, ну что вы там соберете с нее? Ну она не будет большим деревом никогда. Понятно. Ну тогда вопрос следующий. Есть небольшой садовый участок. Хочется плодовый сад. Места практически нет, но хочется, чтобы была яблоня и раннее, и среднее, и позднее. 7-8 культур, да, и как правило для каждой культуры нужен опылитель. То есть значит у вас 7 умножаем хотя бы на 2, у вас 14, если место разместить такой огромный сад. Это невозможный вариант. Это гигантский сад, если хочется попробовать, там абрикосы, сливы и персик. Да, да, да. Яблоня классическая, да. Вот как раз для этого мы придумали дерево сад, это когда маленькие компактные участки, да, у нас как правило, Москва, Подмосковье особенно, это 6 соток, 7 соток, ну 10, это прям роскошь. Да. Да, поэтому от 4 до 6 соток что мы можем высадить? Две яблони, две груши и все, и больше ничего не можем себе позволить. Поэтому мы придумали, вот как позади меня здесь, дерево сад. Это двухсортовые, трехсортовые плодовые деревья, ну до пяти сортов бывает прививаем. Классически мы начали прививать 7 лет назад, это яблоню. Сейчас у нас есть как двухлетние растения, яблоня, так и до 7 лет уже взрослые плодоносящие продаем. Все они в контейнерах. Осенью отсюда мы будем выкапывать, которые выросли уже пятилетки, они будут зиму храниться, так называем, в мешковине, ком, а весной мы будем высаживать в мягкие контейнеры. Да, и на реализацию. И на реализацию, да. А если это, скажем, одно или двухлетний? Это контейнер от 7 до 12 литров. Да, и можно посадить, в принципе, в любое время. То есть вот этот возле нас сейчас у трехлеточка находится. Ну, хорошо сформировано, между прочим. Такие деревца, в принципе, сейчас мы находимся в питомнике грунта, а у нас есть такие же саженцы, такого же качества в контейнерах. И смотрите, трехлетки, и уже практически все в плодах. Ну, как раз, это вот опять, мы говорили сейчас о подвое, вот здесь у нас всегда на этикетке есть номер подвоя. Вот это вот 54-118, то, что бы я рекомендовал, именно для нашей зоны Москвы, Подмосковья. Хорошо себя ведут, уже на второй-третий год дают плоды, поэтому очень хороший подвой. Николай, дерево-сад – это, конечно, замечательная совершенно идея. Вот вы сказали, что вы начали на яблонях, и на чем продолжили? Тот же год, когда яблонь прививали, мы привили и груши. В этом году мы запустили еще небольшой объем – это черешня и абрикос. Может быть, посмотрим? Да, пройдемте, посмотрим. Николай, пока мы идем к очередному дереву-саду, я хотела спросить вот что. Вот мы подошли. Ага, вот оно. Хотела я спросить вот что. Ну, понятно, что на одно и то же дерево нельзя привить все, что хочется. И семечковые, и косточковые, что-нибудь одно. Я скажу даже больше. Все-таки существует такое, что прививает яблонь с грушей. Но это недолговечно. Прививка выпадет, скорее всего. Поэтому я не рекомендовал бы все-таки межвидовые скрещивания у семечковых. На исключение можно составить опять рябина черноплодная и рябина обыкновенная. Здесь будет хорошо все с прививкой. Что касаемо уже косточковых, здесь мы можем, так сказать, разбежаться. Здесь мы можем привить сливу алычу. Мы вот несколько лет назад попробовали, я конкретно в себя дома попробовал. В сливу привил абрикос. На четвертый год хорошее урожае. Вот, например, вот рядом с вами. Я вижу, что здесь разная слива. Здесь находятся два сорта сливы. Вот один сорт. Ага, так. А вот другой. Но они еще, правда, не созрели. Ну, понятно. Это просто для того, чтобы нам показать телезрителям, что вот действительно вместо двух деревьев... Одно дерево, да. Одно дерево. Но на самом деле еще и культура, вот смотрите, рядом другая. Вот абрикос. То есть здесь были абрикосики. Мы сейчас так разрекламировали оно, того стоит дерево сад. Каковы мощности? Можете ли вы обеспечить всех желающих посадочным материалом? Ну, на сегодняшний день у нас, получается, уже... Мы не раз его привили, да, и там реализовали, потом еще раз прививаем. Нет, у нас уже это есть план. Ежегодно мы прививаем определенное количество яблонь и груши уже, зная спрос, да. И мы прививаем так, чтобы он обязательно был переходящий фон. То есть мы никогда не прививаем так, чтобы вот раз оно и закончилось. Да, вот приехали и нету. Нет, нет. Может быть, какой-то сорт, конечно, комбинации выпасть. Но, тем не менее, яблоня, груша, слива, вишня всегда имеются в ассортименте. У нас есть как двулетние, как трехлетние, четырех- и пятилетние деревья. Это постоянно. На любой карман, как, на любой кошелек. Ну, и на любую машину, то есть... Ну, понятно, да, да, куда еще это все влезет. Сейчас время вопросов в программе «Научный подход». Вопрос-то, да, у меня вот какой. До какого размера может дорасти это ваше чудо-дерево? И насколько серьезный урожай с него можно будет получить? Дерево-сад – это такое же классическое дерево, только с несколькими сортами. То есть, я отвечу так, кроме подвоя, влияет еще сам сорт на силу роста. Поэтому может быть такое, что одна ветвь будет, которая более сильный, сорт сильно роста, больше отрастать, которая помельче-мельче. Поэтому здесь опять мы регулируем обрезкой обязательно. То есть, чтобы мы добиться урожая, вот вопрос к урожаю. Да. Это если мы делаем ежегодные обрезки, ну, хотя бы раз в два сезона, то мы можем корректировать силу роста, да, дерева, и тем самым добиваясь постоянных урожаев. Следующий вопрос у меня вот какой. Каким способом вы прививаете все эти ваши деревья? Ну, стандартно у нас существует вообще два вида прививки. Это когда мы делаем почкой. Это, в принципе, еще не поздно, сейчас начало августа. В принципе, еще недели есть, можно прививать одной почечкой. Спящей почкой, да? Спящей почкой, да. То есть, ну, лист удаляем, да, и прививаем. Ну, мы делаем прививку все-таки черенком. Так скорее или так проще? Так как мы прививаем уже в однолетний саженец, конечно, тогда это равнозначное деревце получается. Но есть еще прививка, мы делаем так, это глазком, почечкой, да. То есть, когда это мы делаем сейчас, уже не на сорт, а на, может быть, это будет, ну, на подвой. На подвой, на дичок. На дичок, да. Здесь уже, да, мы используем именно почкой. А стандартно, так как мы делаем однолетний саженец, чтобы он был выровнен, это черенок. Эта прививка делается в начале весны или зимой до распускания почек, сокодвижения. Но, в принципе, так как мы храним и заготавливаем заранее материал, который будем прививать, он у нас хранится в холодильнике, и мы прививаем вплоть до начала уже с сокодвижения. То есть, идет сокодвижение. На что мы прививаем, оно может уже вегетировать, расти. А именно веточка должна быть спящей. Все понятно. Тогда вопрос у меня вот какой. Подмосковный абрикос. Это миф или реальность? Нет, в настоящий момент это реальность есть. Сорта, уже зарекомендовавшие себя в Подмосковье, например, это Триумф Северный, это Царский, это Лель. Ну, их множество еще сортов, которые достойно себя ведут в условиях Подмосковья. Самая большая проблема в Подмосковье – это не даже зимостойкость почки. Вот в этом году были сильные морозы, да, хорошие урожаи были абрикосы в этом году в Подмосковье. Самая большая проблема – это морозобоины ствола. То есть, обязательно нужно белить в зиму или обматывать. То есть, вот здесь – это проблема. Обматывать мешковиной, соломенным матом. Матом или сам штамп. Да, сам штамп и часть ветвей основных, да. То есть, вот это вот основная проблема, которая… Которая может столкнуться. То есть, дерево, оно перезимует, да, и весной или поздним летом появляется большая трещина. То есть, вот здесь нужно смотреть. Ну, понятно. Ну, мы идем по нарастающей. Значит, с абрикосами можем, а с персиком… Чуть сложнее, чем с абрикосом, но, в принципе, урожаи дают. Я в этом году тоже у себя на участке получил несколько… Персиков. Персиков, да. От нескольких сортов. Сейчас, причем, есть колоновидные сорта персика. Они фактически… Ну, или карликовые, их можно назвать. Там очень короткие междоузли. Они, грубо говоря, будут под снегом. Поэтому, в принципе, здесь с ним немножко проще. Ну, наверное, все-таки персик – это скорее игрушка и гордость садовода, чем… Побаловаться, да. Если хочется удивить соседей, самому проявить себя как профессиональный садовод-любитель, то, наверное, все-таки это больше любительская культура. Николай, мы так много времени уделили именно деревьям, а я знаю, что вы прививаете еще и кустарники. Да, кроме стандартного ассортимента смородин, крыжовника, еще редких культур, такие как актинидия, лимонник, клюква, брусника, да, мы действительно прививаем плодовые кустарники. Это черноплодная рябина мы прививаем на рябину обыкновенную. Очень удобно получается. Мы прививаем крыжовник на золотистую смородину. Мы прививаем также черную и красную еще смородину на золотистую смородину. Ну, вот я видела у вас там в шоу-гарденах кустарники, плодовые кустарники, черная смородина, крыжовник, красная смородина, привитые на штамбе. Я вспомнила, что, собственно говоря, садовники, которые работали в Павловске, которые в Царском селе, ассортимента не было такого. Мы просто счастливые люди сейчас. А тогда ассортимента было мало. И чтобы разнообразить этот ассортимент, они как раз-таки использовали вот этот прием, прививку плодовых кустарников на штамбе. А вопрос такой. Урожайность сохраняется при этом? Ну, как вы видели, там достойная урожайность. Ну, как и дерево-сад, так и именно привитая форма, она придумана для того, чтобы сэкономить место на участке. Опять, штамбовые формы ягодников нам позволяют под ними что-то посадить. Либо зеленые культуры, либо те же декоративные, да. Как раз там этот прием вы сегодня наблюдали. А насколько долговечны кустарники, привитые на штамб? Я отвечу так. Такая же долговечность, если мы за ними ухаживаем так же, как и за стандартными. То есть это нужна обрезка, формировка, а обязательно омолаживание оставлять и молодые, и плодоносящие, и трехлетние ветви. Ну и, наверное, последний мой вопрос – это о плодоносящих лианах. Есть ли у вас в ассортименте такие растения? В первую очередь это лимонник, да. Ну, в принципе, это относительно стандартная культура. И есть огромный ассортимент актиниди. Огромный – это сколько, Коль? Около 20 или 25 сортов. Ой, это действительно огромный. Это такая вкуснотища. Это посмотрим? Да, мы сейчас обязательно пройдем, посмотрим. Но они будут готовы, правда, к употреблению, ну, недели через две, через три. Николай, ну и напоследок, как обещали, это плодоносящие лианы, в частности, актиниди. Вы сказали, что более 20 сортов у вас есть. Давайте сначала покажем, что же это такое за чудо. Во-первых, вот высота здесь больше трех метров, наверное. Это три с половиной метра. Три с половиной метра. И за сколько лет? Этим насаждением, именно посадкам актиниди около 12 лет, активно начинает нарастать актиниди только на второй год после посадки. То есть, если мы говорим, что мы покупаем двухлетний саженец, в двухлитровом контейнере, то только на четвертый-пятый год появляется урожай. Нет, такие плети появятся на десятый год, ориентировочно. А, понятно. Есть сорта, например, сорт такой эсэй, это коломикта, который плодоносит уже в двухлитровых контейнерах. То есть, довольно ранее вступает в плодоношение этот сорт. А актиниди все-таки нужно сажать женские и мужские особи. То есть, как правило, высаживается один мальчик и три девочки. Сортов сейчас очень много. Если мы хотим урожай, все-таки мы высаживаем либо гибридные сорта, ну, вид, да, а вот если мы хотим все-таки красоты, но меньше урожая, то мы высаживаем коломикту. У коломикты очень изящный, красивый лист в мае. Она осенью очень красивая. Ну, осенью она вся красивая становится. Желто-оранжевые такие листья с красными отливами. Все зависит от погодных условий по цвет листа. Но вот, как мы говорим, смотрите, какой урожай. Это, как я сказал, более 10 лет. И можно ли эти плоды употреблять в свежем виде? Культура – это такая же, как все плодовые, но это поздняя плодовая культура. Если мы сжимлость, да, относим к ранней, самой ранней ягоде, то это, наверное, самая поздняя ягода. То есть в условиях подмосковья, в зависимости, конечно, от сорта, погодных условий, места посадки, сбор урожая может быть с 15 августа до наступления заморозков. Вкусовые качества и полноценная зрелость наступают, когда плод мягкий. Вот если мы сейчас сорвем, он дубовый. Ну, понятно, да, он должен быть мягкий. Он прям каменный, да. Он, когда немножко мягенький, он уже становится вкусный. Внутри консистенции, форма прям киви. То есть это, можно сказать, такое подмосковное киви, но только в мини. Его и называют северные киви зачастую. Северные киви. Ну и, наверное, последний вопрос. Сложно ли ухаживать за таким растением? Единственное, что ей нужна, конечно, мощная опора, да, или постройка какая-то, чтобы она могла цепляться. В принципе, уху... Веревочки не подойдут. Для первых 3-5 лет, а потом она цепляется и вьется сама. Вот посмотрите, она... У нее верхушечка там вьется. Видите, она, да, она начинает завиваться. Вот сама за себя завивается абсолютно. Поэтому первые годы мы ей помогаем, а дальше она уже сама начинает цепляться, потому что побег вьется. Можно ли посадить под деревом? Нет. Не рекомендовал. Все-таки это тоже отдельно культура высаживается. И более того, хотел бы подсказать, кто будет высаживать актинитию, я бы посоветовал так. Так, высадить 3 женских особи, аргуты, и одну мужскую. Но по отдаль не нужно сажать вместе, потому что, как и все культуры, актинити требует обрезки, формировки со временем. Чтобы мы потом не путались по побегам и не определим, не по листьям мальчиков и девочек. Поэтому мы все-таки 3 девочки высаживаем рядом, да, потому что сейчас есть и сорта очень разные, есть и средние, и поздние, и есть и по форме ягоды, и по цвету ягоды разные. Очень много. Пурпурная садовая сорт, он прям такой красный становится, длинный плод. А вот мальчика лучше отсадить метров 10-12, он тоже будет опылять прекрасно, но при этом будет легко обрезку делать. Спасибо, Николай. Всего вам доброго, дальнейших успехов, просветания вашему агрохолдингу, вашему питомнику. Ну, а нам с вами всего доброго. До свидания. Всех благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова